Легче воздуха. Так, а нам из ангара можно выходить? Не стоит, держись прямо на выходах. Вот на этой площадке можно стоять, у кого-то с текстурами, чтобы там потом не глюкнуть. Все готовы? Алексей, ты решил с открыть эти места меня? Да. Ты спектакль, Максим. Окей. Понял. Так, где Артем у нас? Макс, знаешь, что сделать? Запиши нас из спектатора. Угу. Прямо полетай там, красиво. Всех надо выпиши. По-головному. На седнем канале посиди. Артем, ты где? Ясуешь. Если будешь молчать, можешь остаться. Буду молчать. Переговоры записать хочется. Микрофон по душе. Переговор, что записать. Можешь микрофон свой по душе. Понял? Что там старчал за массаж пытается сделать Саше? Он ко мне идет. Он у меня что-то хочет сделать. Я от него убегаю. Он догоняет. Готов. Гауссы не тратим. Гауссы не тратим. Да сейчас закукнуть глист, пожалуйста. О, даже Альфу нормально держит. Гауссы не тратим. А что два пипеца? Сколько у него хитсинк в качестве не понятно? Ну, почти. Это сколько там? Штук 6-7. Не, ну там же еще и в двигателе хитсинки стоят. У него может даже двойные холодильники. Здесь, по-моему, считается только то, что... Нет, ну хитсинки, у которых в движке все равно считаются. Они же есть. Да, но должны. Должны и считаются. Да. Ну, а у этого варезом их 4 штуки. 4-два. Ну вот, а два его пипца, это, в принципе, довольно-таки горяченькие, по идее. Ну да. Поэтому вот у него есть штук 10. Слушай, а почему у меня так-то? Кошка цешная с прыгами и пипцом имеет всего один. Всего двойного. Да, потому что у них десяток в движке еще их. Тут интересные различия есть между глистовскими двойными хитсинками и с природными? Не, по хитсинкам, насколько я знаю, их отличий нет. В свое время что-то было, но там поубирали все это. Ну, че, господа, че они там? Ну, секунду попросили. Только не сказали, сколько секунд. А, хотя я туплю, у них по охлаждению этой разницы и не должно быть. У них по количеству слотов развивается. Что, в принципе, здесь никак не реализовывается. Да тут смотря какой год. По большому счету, под конец технологии у всех одинаковые стали. Кланы стали делать на основе сфероидных машин, только свое вооружение. Мы там их брали. Там сборная солянка в итоге. А у них помни мехи, когда появились и все. Мы там их брали, а ты поганят сфероид? Нет, он клан раз как раз. Я вас с пробирочников вообще понимать никогда не понимал. Неверный рожденный. Из всех кланов, единственный клан только адских лошадей нормальный. Кто хоть танки, технику использует. Все остальные так чисто мажоры на мехах. Потому и проиграли в свое время. Ну, это так вот устроено было в заявке в триалах. Что, как бы, либо заявляешь метод, либо если понижаешь, то уже понижаешь до элементалах. Танки так непонятно, на чем там их приравнять было. Не, ну им просто танки западло использовать. Ну, возьмите тех же адских лошадей. У них основные ударные силы, это танковые. Если бы они в свое время на Токайдо в заявке участвовали бы, всю внутреннюю сферу так раком бы поставили, что... Дело в том, что у пилотов танков клановских было очень мало опыта боевого. Потому что их нигде не применяли, поэтому смысла их применять на Токайдо тоже не было. То есть, ну, это считаю, что новодранцы послали, грубо говоря. Ну, смотри, к тому времени, когда появились мехи, уже, грубо говоря, искусство вождения танков уже занимало чуть ли не тысячелетия. Но я не верю, что там не было кланцев, которые там, более того, нейрошлемы там не используются. Чему там учить-то, по большому счету? Там, грубо говоря, месяц, досыльник и месяц, кто будет этим досыльником учить этого новобранца. Все. Они седьмого ждали, оказывается. Лимон, выбирай. Это именно чисто понты. Когда артиллерия не нужна, типа, зачем мех в артиллерии? Он сам, типа, себе арт-пордержку может сделать. Зачем танки? Типа, это не по-пацански. Пока уже Эйден Прайд не показал. И у них открылись глаза. Я долго рожал над этим. Когда, оказывается, можно там стрелять меха справа, который с тобой сражается, в уязвимое место. И его дочурка сразу пользоваться начала этим. Ну, это уже издержки клановской политики. То есть, триа – это мех против меха. Ну, это дело в ряду все равно потом отменили. Да и клановцы уже потом ими не пользовались-то. Понты понтами, а выживать-то охота. Не, выживать просто – это не поклонность. Да. Вот это поклонность. То есть, грубо говоря, если ты выжил нас, люди, то, в принципе, ты просто. В принципе, можно сейчас пойти, захватить все вкусные места и их в ангаре перебить и сказать «это война, детка». А вы что хотели? А да, вот интересно, а тут дэй в ангаре, он как? Нейтральный. Нейтральный. Можешь прийти починиться. Правильно, по-моему, починить нельзя. Нельзя, нельзя. На базах точно нельзя. Да я не про это вообще. Вот почему моя пятая сфинкерная точка говорит мне, что возможно будет лангтон? Возможно, им будет, мы можем уйти за гряду за вот это. Ну, вон он нам, почему бы сделать. Кстати, а их базах B2, да? Да. B1, B2. Он B1, а нет, A1. А почему на карте не показано? Да вон ангар стоит. Да нет, значком я не показал. Потому что вражеский. Не, ну на обычный там террин контроль показывается же их база. Так это террин контроль? Потому что я эти базы всегда пытаюсь захватить, и не так рядом, пока до турели не дойду. Террин контроль, да. А здесь нет. Здесь только свою видно на тассажере. А у нас все крыло кого-то, да? Ворона, кот. Вот я, которому был, понял так, что они радарчики-то включают. Они включают при боевые столкновения. Я вот смотрел видео, как только началась перестрелка, и все и так друг друга видят, они кричат, что типа включайте все. Конечно, а смысла нет уже. Смотреть, уязвимые места, где там торс пробили, где там руку нужно отстрелить. Да когда вы тебе уже стреляют, уже бессмысленно выключенный радар держать, я тоже включаю все. Уже все, понятно. Не, но мы же клановцы, мы должны превозмогать с выключенным радаром, с закрытыми глазами и одной рукой. И спиной. Да, да, и спиной, да. И желательно еще пару дополнительных запасных торсов. Вы когда-нибудь видели, как в ладушки играют Саши и старчайлд? Все готовы? Старчайлд, а Юрий? Угу. Еп. Иногда мне кажется, что у нас тут бигмаков развелось. Все, идем все. Можно прямо здесь сразу направо уйти и на гору подняться. Да пошли. Да. Чтобы не это самое. Правда нас там видно будет хорошо. Да ладно. Слишком далеко. Да, там их это будет видно. Да нет, здесь слишком далеко, чтоб что-то рассмотреть. Кот, ты должен впереди ну хотя бы Кирилла бежать. Да я пытаюсь, ну ломанулись все. У тебя и маски есть. Ух ты, прикольно. Только не угрейся. О, цель была? Надо же. Ты как? Радара выключен. Выключен? Ну у меня-то включен. Так нет. Хотя нет, иногда бывает в игре, что там за три километра уже цель моргнулась. Да, да, да. Это обычно, когда, даже не глюк, есть эти вот маленькие штуки, которые красной хреной у нас светят. Подсвечивают? Вот они подсвечивают. А здесь-то их нету. Ну да, здесь нету. Ну да, здесь нету. Уж шустрые, конечно. Ну кто последний, вы знаете кто. Толферайт? Ну почти в демалишере, блядь. Тебе видят на медленную технику? Цель моргнула впереди. Где им? Вангары никого не вижу. Но она так моргнула, что... О, стойте, 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 вижу цели. Кот. Кот, не суйся. Почему ты их не видишь? Там для Малиши и Овеса мы, по-моему, либо Мэткет, либо Катапультер. Нет. Они врагают у меня впереди. Ох, я их вижу зрительно. Так я их виду. Уходи, кот. Два Овеса. Чё Маулерс? Нет, не Маулер и Овеса. Там Маулер и Нильон врагов. Один. Там все, короче. Вся команда там. Вижу. Там это где-то в районе альфа-5, браво-5, альфа-4. Вот, блин. Хорошо. Я в этой области карты вообще никогда не был. Никто, верно, я не знаю, куда здесь идти. А вы пока никуда не ходите. А я встаю на подъеме горы. Ну да, да. Мы тут все. Были бы у нас Лайтгаусы, как раз километр 200 от нас. У Сергея Лайтгаус есть. Километр 200, блядь. Я от Калатгаус и получил, бхарю. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Их-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Кто-то... Старчайлд, ты можешь идти к холку. то чарли файф сайл сайтов mountain and jump снают пока я на то что добавил ну попробуйте рестаек попробуем аналогично у них его рима и мы опять по дальности мы в принципе все нам проезжается 800 метров кто-то рядом с нашим с нашей техникой судя по радару они вперед пошли они на нас уже 600 метров 1 вот идет кто-то они не пошли вперед недалеко это все б-5 б-5 идут а здесь рядом с нами улайт разведка они на гору встали браво файф сайл окей окей they're using a lrm already Продолжение следует... Один контакт... Спрячьтесь и не высовывайте Хайдь и... Торчат хайдь Летов с Маулером перестреливаюсь Он меня один раз достал Я его достал четыре раза Хорошо Серёв, давай поздравься как-нибудь на раз-два-три Ты прыгаешь, я захожу и я стреливаюсь Маулер цель сверху Вижу их всех Катапульта, Морягу, Овезен, Холландер Ладно, согласен, на раз-два-три давай Ты сам, ты начинаешь У меня только вылезти надо Раз, два, три Осторожнее, они все вас просуют Да, у меня прилетело У меня тоже Они мониторят по кругу Не верю У меня центр чёрный, я больше не буду вылазить Так, у нас тут Лайт Потихонечку обходит слева Гору нашу Он не видно Вот, а надо строить дружную охоту Вот Лайтов я не вижу пока Вижу Он на горе сидит с той стороны Судя по это Они все по горам сидят Мы не можем из-за холма выйти Они не лезть торчат Торчат, don't go Окей, окей Кот тоже не лезть, там простреливается Холландером Холландера вижу Я в него один раз тут в цой попал Артём там кто-то стреляет Там кто-то наши техники Кто-то дает Но еде Что-то как бы высоваться Чтобы не вылезать Что-то там Чтобы не вылезать Поговор Что-то там Ну вот я стараюсь так делать Я вот Я обеотерую у них маулер почти мелкий. маулер это моя работа. я по нему еще и золором не выстрелил. у меня осталось 9 гауссов. но я все положил практически в цель. так, у маулера что-то отвалилось. у них морига сидит на горе, видели? у меня очень сильно побили. артем, лайт позади тебя. значит что он позади нас всех. вот он. ага, вижу. барона у меня. холангер сложился. тебе возьмем тупо. да, я вспоминаю тупо. марига. старайтесь не вдохнуть. я уже черный. то есть я, ну и у меня один гаусс остался. то есть я как бы все. мой боевой потенциал практически равен нулю. воу. теоретически. теоретически нас сзади ворона обходит и она сейчас на меня выйдет. это будет скорее всего последнее что я сделаю. потому что у меня один выстрел. о, хорошо. это кто сложился? евген. это танатас. а танатас. а лезом сложился. еееей. наисс. барона вздохла. вижу море бы. а, и катапульта. это была катапульта? еееей. 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 алтёфама. маулер. альфа-сикс. маулер альфа-сикс. маулер. хелли дамедж. маулер. micael. маулер. да там остался морега и маулер. больше никого нет. мы можем выиграть. кончился кулан. я теперь стреляю от чейна. маулер и ларджи. я поеду за моригу прямо передо мной за холмом сейчас поднимается на него почти выехал вот он вылез вылез башня я сейчас ему сюрприз и поднесу осторожней айфа 5 я почти остался! я получил 11% область в центре торжества Он почти умер? Да. Найс! 3-2 в нашу пользу. Да? Мы победили! Я играл целый матч с моим мэком. Да, я получил мэк в начале матча. Но я... Я все равно. Да. Господа, если будет предложение, то я продолжать, если чего не буду. Сегодня? Да. Сегодня, да. Я тоже сейчас пойду. Родители приехали специально. Так что... Ну, это было хорошо. Это было супер! Я все записал. А у меня авиаса нравится больше, чем ворона. Ворона как-то очень мало живет. И не говори, что это очень мало. Сегодня нет. Мы не сможем сегодня больше. Что-то. Ну, по времени уже. Да ладно, время, да? Ну, у кого-то уже 12 часов ночи. У нас у некоторых уже 2 часа ночи. Ну, у Саши он 2 часа ночи. А я не могу, мне-то меня сейчас следующую игру вести надо. Так что это, ну, в общем, было хорошо. Было отлично. Интересно. Ну, предлагайте на следующий раз условия карты. Будем еще играть, если вы согласны. Ну да. Ну и хорошо. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Счастливо. Пока. Ну, это гораздо интереснее, чем паблики отыгрывать. Потому что здесь вот именно уже темплей и все такое. Тактика. Ну, на паблике тоже самое нужно организовать. Даже с одной стороны. Можно. Тогда паблик нахер все будут плохие русские. Ну, на паблике-то хоть сразу все стрелять начинают. А тут половина игры это сидение за горкой и... В ожидании момента. Да, потому что на паблике тебе нужно, блин, деньги заколачивать. Вот в чем дело. Ну да. Если ты не будешь заколачивать деньги, ты так и будешь сидеть на вороне за горкой. А, пардон. Да ты даже ворону не купишь. Пачкой стрелятьеров можно и массаут разобрать грамотно если. Ну да. Да даже не грамотно можно, у него спина то не очень крепкая. Ну да. Я буду скрывать. Ну, блин, кто меня поставил? Я на паблике никто играть не буду. Твою же мать. Я сейчас отойду и возможно горну скоро. Я тоже могу... Кто меня по гнал? Я his sales. Картелл чайлл... Я в твоих колесах. Ну ребят, это отличная работа, особенно Алексей на пони. Хорошо ты работал. У меня нет стратегий на этой карте, но у меня нет стратегий на карте, Я просто не могу. У меня тоже её нет, Максима Тем более, я вообще эту часть карты впервые вижу Но это было супер, мне очень понравилось, вы молодцы И что, самое главное у нас три два Мы можем... Я решил быстрее вымереть, чтобы вы разозлились, отомстили за меня и вытащили матч просто Ворона вот под певцами очень мало живёт, потому что певцы размазываются фактически по всей морде сразу Старый ген Мы можем... Что такое? Стоп, стоп, стоп Старый ген, стоп Мы можем играть в публике Окей Окей, я дисконтактинг Блин, криво встал Хе-хе-хе-хе, Артем мачёл просто Чё встал? Но для этого я рестартил мой сервер Хотел скрин сделать, а у Миха угнал, наверное Да, я видел Не угоняйтесь, я успею, конечно, щас Щас его загубим Субтитры сделал DimaTorzok y